МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы о главных новостях в Чувашии прямо сейчас. На два дня в республике 66 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два пациента выздоровели. Под наблюдением находится 862 человека. Госпитализировано 118 граждан, в том числе 11 несовершеннолетних. В обсерваторе по-прежнему находятся 42 человека. Как вы правильно отметили, Олег Алексеевич, мы сейчас находимся в сценарии развития событий и сценарии роста заболеваемости. Идут все новые случаи. В основном прирост заболевших дали нам из одного из очагов. лечебного учреждения нашего, из второй городской больницы. И вот пока мы, значит, все эти крупные очаги, так уж скажу, грубо не выгребем и не обследуем, то есть этот прирост будет сохраняться. Четыре пациента, которые, значит, перешли состояние, значит, то есть средней тяжести, которая имеет свою клинику, которая требует дополнительно подачи кислорода. И один пациент, это в возрасте 71 года, перешел на инвазивную искусственную вентиляцию легких, то есть это уже переход в тяжелое состояние. Информация на порталах обновляется ежемесячно. Здесь доступным языком расписано, куда уходят бюджетные средства, откуда они поступают, какие доходы, какие расходы. Рассмотреть вот эту ситуацию с выходными и, может быть, отреагировать в виде вашего отношения, может быть, предписание в адрес нашей митрополии с тем, чтобы они соблюдали все необходимые меры безопасности. Одно постановление по дезинфекции, в том числе по режиму работы по предприятиям, оно практически на выходе, и второе постановление будет по церкви. Хорошо. Будем предлагать в закрытом режиме проводить службу. 449 человек находятся сейчас в условиях вынужденной изоляции. Из них 42 в обсерваторе санатория «Лесная сказка». Это те, кто контактировал с зараженными COVID-19 в Чувашии и в первую очередь родственники заболевших и ближние контакты. Остальные 407 человек оказались изолированы в больницах республики. С двумя девушками Еленой и Ольгой пообщалась моя коллега Ирина Волкова и узнала, какова она жизнь в обсерваторе. Да, судя по погоде, которая есть за окном, на улице сегодня не очень-то солнечно. Даже, наверное, немножко пасмурно. Но у нас новости хорошие. Нам разрешили прием передач, где нам могут принести все необходимые вещи. И мне из дома передали вот такую игру. Наконец-то нам сегодня будет весело с девочками. Нам сначала запретили вообще какие-либо передачи. А вот недавно сказали, что вот есть у нас один час утром и один час вечером, когда к нам могут приходить родные, тоже оставлять пакеты, и нам будут их заносить. То есть мы с ними не контактируем вообще никак. К тому же нас приезжали и проводили полную дезинфекцию всего. Мы даже могли фотографии снять, да, какие тут смешные люди в масках приходили. А у вас анализы тоже брали у всех? Правильно понимаю? Да. А каким образом это происходит? Ну, приезжают люди в специальных защитных костюмах, масках, и это понятно. Там берутся анализы с носа и с носоглотки. Каждого индивидуала, мы все это видели своими глазами, там палочки заворачиваются в отдельные колбочки, колбочки заворачиваются в пакетики, каждый пакет подписан лично, имя, адрес. Ну, как нам пояснили, что если будет у кого-то сомнительный анализ, то возможно, нужно будет, невозможно, а нужно будет передавать. Его бы уже в течение двух часов забрали отсюда, изолировали. Да. То есть пока мы все на месте, то никого не забрали. Никого у вас не забирали из вашего отделения? Понятно. Чем вы там занимаетесь? Процедуру никто не отменял, все так же. У кого-то лечение продолжается, кто-то еще. Это мы уже по факту как будто выписались. Ну, все равно таблетки, осмотры, перевязки кому нужны. Да. Вот. То есть все это делается. У всех так же продолжают мерить температуру, мерить давление. Мы проходили тут все этапы принятия информации, начиная от гнева, непонимания. Слезы. Слезы были. Не то, чтобы депрессия у всех, хондра такая была. То, что мы не понимали, ну, почему как-то так, почему это именно с нами так произошло и так далее. Ну, в конце концов, когда вот ты все уже обдумав, ну, действительно, приходишь к единому мнению, что это же не шутки. Действительно, настолько сейчас вот такая вот сложная ситуация, не только у нас в Чпоксарах, не только у нас в стране, что лучше, наверное, здесь подлежать и уйти отсюда, точно знав, что у тебя нет ничего, что домой придешь здоровая, и твои близкие в безопасности будут. Так, а теперь я покажу, каким образом у нас проходят тут прогулки. Открывается окно. Желательно нараспашку. И дышать с этим воздухом. Очень хочется домой, глядя на эти дома. Надеюсь, скоро нас всех тут отпустят. Балансорское движение расширяет зону своей деятельности. Люди разного возраста, разных профессий помогают донести до нуждающихся продукты и товары. Безвозмездную помощь оказывают 25 компаний Чувашии. К примеру, энергетики выделили 5 миллионов рублей на закупку двух аппаратов ИВЛ. Швейная фабрика Пике передала для дальнейшей раздачи многоразовые маски своего производства на сумму около 400 тысяч рублей. Тепличный комплекс Новочебоксарский еженедельно и бесплатно отгружает по 5 тонн свежих овощей. Волонтеры доставляют их пожилым людям. А индивидуальные предприниматели и предприятия сферы общепита уже сейчас обеспечивают горячим питанием сотрудников Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Швейные предприятия республики перешли на новый ассортимент. Дефицит нетканых медицинских масок вынудил их начать выпуск аналогичной продукции с трикотажа. Наталья Мальчикова расскажет, как в непростых экономических условиях новый бизнес-проект позволяет малому бизнесу оставаться на плаву. Текстильные маски сегодня на пике популярности. В республике их шьют сразу несколько предприятий. Оптовые заказы идут и от наших соседей. Там возможности перепрофилирования меньше, привлекают швейнодомниц. В Чебоксарах с этим проще. В день мы отшиваем порядка 2000 изделий. Отшиваем по нормам, пришедшим к нам от Минэкономеразвития. Эти маски у нас отправятся в Татарстан. Это оптовый заказ. Здесь в данный момент находятся 2000 единиц. Наши маски отправляются на предприятие Лара. Туда мы поставили порядка 7000 штук для всех сотрудников. Также наши маски отправились в Шумерлю, в производство КАФ. Также они помогают сотрудникам предприятия для работы, для того, чтобы предприятие не останавливалось. Кроме того, что маски помогают обеспечить безопасность в период пандемии, они еще спасеннее и для самого малого бизнеса. Так как другие заказы пока приостановлены. Производство масок рассчитывают наращивать. Работа несложная. Руки набиваются сами. Наша операция заключается в притачивании резинок. И все. Заготовки после оверлаков идут к нам. И мы уже потом настрачиваем резинку. Готовые изделия перед отправкой заказчику проходят в строгий контроль. Изготовители напоминают, эти маски нестерильные. Перед использованием их необходимо постирать и отпарить. Наталья Мальчикова, Валерий Резюков. Республика. Это главные новости к этому часу. Следующий специальный выпуск программы Республика в 15.00. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова